Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Декларация Совета Президента. Ведется центральное строительство дороги Нинацминда-Ахалцха. В Армению перевезены останки Гургена Яникяна, духовного отца Асала. Террористы обстреляли город Мухарлен. Езиды обсуждают, что будет с детьми, рожденных в результате сексуального насилия ИГИЛ. Восстанавливается персидская мечеть Гуар-Ага, Верхняя Джума в Шуши. С 3 по 4 мая пройдет фестиваль «Винные дни» Еревана. Президентский совет Республики Западной Армении. Указ президента номер 68, 2019 год, 4-27. 9 декабря 1948 года. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Президент. Принимая во внимание статью 77 Конституции. Принимая во внимание формирование правительством Западной Армении 21 марта 2019 года. Министерство по последствиям геноцида, совершенного против народа Армении. Принимая во внимание оговорки, сделанные Соединенными Штатами в настоящей конвенции 28 мая 1951 года. А также другие положения Конвенции о геноциде. Принимая во внимание заявление, сделанное президентом Турции 24 апреля 2019 года. О депортировании со всей родины коренных армян. Конфискации Западной Армении и присоединение Турции к этой конвенции 31 июля 1950 года. Принимая во внимание резолюцию ООН 60147. О праве на средства правовой защиты и компенсацию жертвам серьезных нарушений международных норм в области прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права. Учитывая ратификации международных договоров и условий присоединения указа. Статья 1. Западная Армения присоединяется к конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 9 декабря 1948 года. Статья 2. Премьер-министр несет ответственность за исполнение этого указа. Статья 3. Указ будет опубликован в официальном журнале Республики Западная Армения. Карин. 27 апреля 2019 год. Армен Акабар Амян. Президент Республики Западная Армения. Активно продолжаются строительные работы на участке длиной 14,6 км центрального маршрута на Нинацминда-Ахалцихи. Упомянутый участок дороги пройдет от сел Гореловка и Жденавакан и закончится на границе между Грузией и Арменией. В рамках проекта планируется полная реконструкция дороги. Существующая дорога будет расширена. Отремонтированы три железобетонных моста и водные пути. В рамках проекта центральная дорога будет соединена с внутренними дорогами. Яникян будет упокоен в пантеоне Яраблур на участке армянской секретной армии освобождения Армении Асала, где уже стоит символическая надгробная плита. Захоронение останков героя состоится 5 мая в 15 часов. Чин погребения отслужит архиепископ Воскан Галпакян, говорится в сообщении. Герой армянского освободительного движения, писатель-архитектор Гурген Яникян, родился в 1895 году в Эль-Руме, Западной Армении. Свидетель геноцида против армян в возрасте 78 лет Яникян 27 января 1973 года в Санта-Барбаре, США, расстрелял консула Турции и его помощника, после чего добровольно сдался правоохранительным органам США и во время суда смело и мужественно защищал вопрос о попрании прав армян. 2 июня 1973 года Яникян был осужден и приговорен к пожизненному заключению. 10 февраля 1984 года из-за проблем со здоровьем и физического истощения был переправлен из тюрьмы в больницу, где и умер через 17 дней, 27 февраля. В течение дня не прекращались столкновения между правительственными подразделениями и силой незаконных банк-групп на севере Хамы, спровоцированные боевиками. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter, джихадисты в очередной раз ударили по жилым районам христианского города Мухарда. Кроме того, под обстрелом Джабхат-Ан-Нусры оказался населенный пункт Джурин на северо-западе региона. Артиллерия сирийской арабской армии, в свою очередь, открыла ответный огонь по укрепрайонам боевиков на окраинах поселений Кафр-Набуда и Аль-Хувейс в долине Аль-Габ. Городу Мухарда на северо-западе провинции Хама были подтянуты подкрепления правительственных сил Сирийской арабской республики в виде восьми танков и бронмашин. Об этом сообщает местный информационный канал в Twitter «Хамман Нау». Данный населенный пункт является одним из крупнейших христианских центров в Сирии и потому часто оказывается под огнем исламистов, несмотря на действия в этом регионе перемирия. Сообщество езидов обсуждает решение духовного собрания. Ассамблея постановила, что дети, рожденные в результате сексуального насилия со стороны ИГИЛ, не будут приняты в обществе. Азад Барыш, сопредседатель езидской общины, спорное решение квалифицируется как искусственное. По словам Барша, решение не было принято с участием всех членов Высшего духовного собрания езидов, но было пересмотрено в результате внешнего давления. Это утверждение противоречит заявлению от 24 апреля, в котором говорится, что все езиды, освобожденные из плена ИГИЛ, вернутся в общество. После решения спорные дискуссии в езидской общине продолжаются. Бурч напомнил, что многие езидские организации, посол мира ООН Надя Мурат, призвала к пересмотру решения. Барыш напомнил о первом решении члена духовного собрания Баба-Шейха, согласно которому они будут принимать возвращение женщин, благословляя их. По словам Космогонии, езидам могут быть только те езиды, отец и мать которых являются езидами. Бог благословляет только ребенка от интеллектуального и светского союза, рожденного от очищенных езидских родителей. Прошло пять лет с 3 августа 2014 года, когда ИГИЛ совершил геноцид в Шенгале. Более 5000 человек были убиты во время геноцида. Террористы захватили около 6000 женщин и детей. Захваченные езидские женщины и дети были проданы на рынках рабов в Масуле, ДРС Зори и в Рай. Совместно с правительством Арцаха, финансируемым фондом ИДЕ продолжается реконструкция мечети Гогар-Ага, Верхняя Джумав-Шуши. Департамент по связям с общественностью фонда ИДЕ сообщил Арцах Пресс, что цель программы сохранить историческое и архитектурное наследие города и поддержать развитие прилегающих территорий – мечети и исторического района Шуши. Согласно источнику, реализация программы также подчеркивает наше уважение и особенно общественности Арцаха к своей истории, армяно-персидской многовековой дружбе и взаимодействию культур. Фестиваль «Винные дни Еревана» уже третий раз пройдет 3 и 4 мая под открытым небом на улице Сарьяна в Ереване. Мероприятие направлено на укрепление туристического имиджа Еревана в мире. Армянские и арцахские виноделы представят около 200 сортов вин. Рестораны и кафе представят армянскую и международную кухню. Винные дни Еревана будут сопровождаться живой музыкой и танцами. Вход на мероприятие бесплатный. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Масунг Консанты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok